Здравствуйте, меня зовут Татьяна Шахматова, я писатель, автор детективов серии детектив с филфакой и филологическое расследование. Также я занимаюсь практикой лингвистической экспертизы. И сегодня, в преддверии Нового года, я хочу поговорить с вами об одной речевой манипуляции, на которую лучше всего не попадаться, уж тем более не попадаться на нее в празднике. Помогать вести эту передачу мне сегодня будет панананас, который заменяет нам елку. Такая вот у нас съедобная елочка. На новогодние праздники, да и вообще на любые праздники, многие из нас с вами любят куда-нибудь поехать. И, соответственно, мы идем в турфирму. К сожалению, нередко возникают неоднозначные ситуации. И сейчас я вам приведу один пример, и мы подумаем, что за манипуляция лежит в его основе и как с ней нужно бороться. Заказчик обратился ко мне с весьма нетривиальной просьбой. Он собирался судиться с туристической фирмой, которая продала ему тур, в состав которой входила новогодняя ночь. Но, приехав на место, он обнаружил, что ему придется доплатить и за новогодний ужин, и за новогоднюю программу. Представитель туристической фирмы на его жалобу ответил, что свои обязательства они выполнили. Новогодняя ночь входит. Это формулировка, которая была обозначена в его контракте. Она выполнена, потому что никто не скрывал от него новогоднюю ночь. Он прилетел 31 декабря, и 1 января наступило утро следующего года. Ночь он провел в стране. Все. Можно ли что-то сделать в этой ситуации? Обратился он сначала к юристу. Юрист обратился ко мне как к лингвисту. Мы посмотрели договор, и действительно в этом договоре было написано «Новогодняя ночь входит», и ничего более. Я называю эту манипуляцию «Остап Бендер» или «Когда мальчик не совсем мальчик». Помните эту ситуацию в романе Ильфа и Петрова, когда Остап Бендер проводит кису Воробьянинова на пароход? И когда его спрашивают «Это ваш мальчик?», он отвечает «Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень». И действительно проводит кису Воробьянинова, этого мощного старика, предводителя дворянства, подниму и недоумение публики. Ой, вот даже панананас у меня возмущается. Сиди, панананас, спокойно. Потому что Остап Бендер использует очень очевидную манипуляцию. Он смещает фокус в понятии. Дело в том, что в понятие «мальчик» входит оппозиция мужская и женская, но также в нее входит оппозиция взрослость-детскость. И вот в данном случае, конечно, всех интересует именно эта оппозиция, потому что для мальчика не нужна отдельная каюта, ему не нужно какое-то специальное питание, он может спокойно проехать без билета. То есть вопрос в сущности денежный. Да, панананас? Денежный вопрос. И Остап Бендер решает его с помощью такой нехитрой манипуляции. Ту же самую Остап Бендеровскую манипуляцию проводят и многие туристические фирмы. Понятие «новогодняя ночь входит в стоимость тура» может означать как то, что вам проведут культурную программу, так и то, что вы просто проведете ночь в этой стране. То же самое с категорией вашего номера. Обязательно проверьте, чтобы ваша категория была указана именно в ваучере и в вашем договоре. То, что вы выбирали люкс, полулюкс, улучшенный номер или там какой-то бунгало на берегу. Все это должно быть прописано в этих двух документах. Потому что, когда туроператор показывает вам где-то на сайте или присылает вам письмо, или присылает вам какое-то там приглашение от отеля, где крупно обведено номер суперлюкс, это все не имеет никакой юридической силы. Например, совсем недавно я столкнулась с такой ситуацией, когда категория номера была прописана следующим образом. Дабл, Эдалт и ББ. Что это означает? Это означает, что в номере живут два человека, взрослых человека Эдалт, и то, что у них предусмотрят вам какой-то тип питания. А вот уже то, что это люкс или что-то другое, это уже по усмотрению отеля. Более того, очень часто проверяйте в ваших контрактах, будет прописан такой пункт, что если категория номера специально не оговорена, тогда вас селят в стандарт и имеют на это полное право. К сожалению, в том случае, с которым обратился к нам заказчик, ни юрист, ни я, филолог, не могли ему помочь. Как говорил Хаджан Асреддин, если вам что-то непонятно, помните, скорее всего, речь идет о ваших деньгах. Друзья мои, желаем вам с Паном Ананасом. В новом году удачи, много путешествий, внимательного чтения документации и приятного чтения художественной литературы.